После некоторых публикаций в соцсетях специально приехал сюда для того, чтобы посмотреть на эту вот красоту, очередную показательную реконструкцию сквера на пересечении Сармезидютуза-Кузавода, прошлые названия улицы Старого и Бельского. И вот что мы видим после дождичка, действительно клей, на который крепили вот эту плитку. На сцене, летней сцене, клей благополучно потек, что говорит о его низком качестве. С рынком данной продукции, честно говоря, не знаком, но смею предположить, что возможно было достать более качественный клей и причина того, что этого сделано не было, заключается, о, смотрите, как ровнёхонько положили, вот, вот прямо идеал зодческого искусства. В общем, судя по всему, причины тут две, вот в этом позоре. Причина этого позора две. И первая вероятная причина заключается в том, что просто те, кто отвечал за закупку стройматериалов, просто не знал, какого качества стройматериалы необходимо закупать. Ну, либо просто это всё было сэкономлено, и денежки, что называется, разница угодила в чей-то карман. Ну, так, в принципе, и живём, так реконструируем, так у нас Кишинёв в кавычках преображается. Всем, всем добра и хорошего дня! Слово сказать, плитку у нас класть так и не умеют. Мне вот говорят, Костыркин, ты зациклился на этой плитке. Вот, а я говорю одну простую вещь, что бездарная работа потом аукается новыми тратами бюджета. Вот у нас какие замечательные зазоры, и ещё плитка положена выше бордюра. И скоро всё это будет выбиваться, и придёт негодность, как произошло в сквере на Мизоне, возле Мизона. Народу что? Народ радуется, что вот, что-то меняется, что-то делается. Какой молодец нынешний мэр на фоне предыдущего мэра Киртуака, который только воровал и ничего не делал. А этот делает, помимо того, что... Ну ладно, не будем об этом. Так что, дорогие кишинёвцы и постояльцы столицы, вас в очередной раз поимели, а вы в процессе того, как вас имеют, смотрите на звёзды и заставляете себя наслаждаться процессом. С чем я вас и поздравляю! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!